...которые идут на уравнивание, на бюджетные субсидии, ты получаешь как премию, условную премию, но это называется, симулирующую субсидии дополнительно в бюджет. И уже район сам эти деньги может использовать абсолютно как им надо, как вам надо, на что считаете нужным, на то и расходовать. В то время, на тот этап, в прошлом году были люди, лидеры, у вас было 144% выполнение показателей, вы получили к тому официально большие субсидии, и еще вас простынюю стимулировать, я ему сказал, давай, что надо, вот дорога, ну понадоба 27 миллионов, мы выделили 27 миллионов. АПЛОДИСМЕНТЫ Я же не знаю, если район также будет активно двигаться вперед, активно заниматься будут делами, будет порядка больше, конечно, мы будем делать все для того, чтобы эту активность, этот пример поддерживать, чтобы те, которые там нет лада, нет такого настроя на конструктивную работу, чтобы те делали выводы, брали пример и так далее, и так далее. В этом году выделена достаточно большая сумма на строительство дороги до села Степана и Шанталата, 31 миллион только на эту дорогу, это будет фактически новая абсолютно современная дорога, это тоже будет плюс, и дальше будем шаг за шагом поддерживать, чтобы здесь у вас все было лучше, лучше и лучше. Ну что касается еще раз хочу сказать проблем, я прошу тогда вопросов, пусть прозвучит, чтобы там не повторяться, может быть. Вот я коротко остановлюсь на второй части, это политическая часть, выборы, вот женщина сказала, когда вы пойдете на выборы, ну, уже пошли на выборы, выборный процесс уже пошел, вот и у нас осталось месяц, даже если брать одни, там есть еще день тишины до этого, даже меньше месяца уже до дня голосования получается. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы у нас на самом деле они прошли организованно, чтобы, я крайне заинтересован и я, даже я потом чуть-чуть пора объясню, почему, чтобы у нас была высокая явка, прежде всего, может быть, не стоит важная, сколько меня, сколько важно, чтобы люди явились, и мы продемонстрировали, что мы люди, которые выполняют свой гражданский долг, люди, которые понимают, что выборная кампания, выборы в том себе губернатора – это очень важные события, и от этого будет вам в будущем зависеть, как он и дальше будет жить, как вообще будет развиваться область и так далее. Вы знаете, что выборы досрочные, досрочные, потому что я был назначен в 2012 году, и Дума, Губернская Дума проголосовала 12 мая 2012 года, и мог работать до сентября 2017 года, но 2017 год – это год, сезон, последний сезон перед чемпионатом мира, и посвящать весь сезон летней чемпионатом выборной кампании, а если плановые выборы, там процедур намного больше, мероприятий больше, праймерис там полноценный, закон требует разных процедур прохождения, это понятно, что примерно 4 месяца губернатора, не только губернатора, процентов на 70 они обнулись в эту политическую работу, и посвящать тот год, когда надо все, условно, отшлифовывать, доделывать, делать, как правило, в жизни всегда так бывает, там, последней ночи студенту там не хватает, к сожалению, даже и Бразилия вот проводила, так же было, что чуть в декабре месяце, прошлого года, чуть не сняли чемпионат мира в Бразилии в полном объеме, не только там какие-то города снять, и мы рисковать не могли, мы приняли решение, что в оставшиеся годы они от этого были полностью освобождены, тем более Платтер заявил, что могут два города сняты, потому что сняты почему, потому что по Бразилии не очень удобно показалось вот та схема, что на 12 стадионах играют команды, когда-то они играли на 8 стадионах, есть 8 групп, кто разбирает в сутболе, знают 8 групп, и каждая группа покреплена какому-то городу, и сейчас там идет дискуссия, не вернулся ли к старой схеме, как бывало там 15-20 лет назад, условно, 4 команды прикреплены к Самаре, и они все эти 4 команды тут играют, но правда это минус зрению, почему они меняли этот порядок, Самарцы увидят тогда только условно 4 команды, если не будет, там четверть финала, полуфинала здесь, или 1-8 финала, четверть финала, тогда город увидит только 4 команды, а так они делали так, что каждый раз меняется и проводится, условно, те же 3 игры, 3 игры, например, но это увидеть можно, быть, на этих играх не 4 команды, а 6 команд разных, для того, чтобы показать зрителям, людям, как можно более широкий спектр, и наоборот, командам показать тоже более широкий спектр городов России, стадионов и так далее, и так далее. Ну, одним словом, если 2 города будут сниматься, если тем более будет 4 города сниматься, осталось у нас 6 городов, потому что другие уже определены, там уже все сделано практически, и там можно очень быстро попасть в ситуацию, когда, если мы что-то не доделаем, никто нам уже помочь не сможет. ФИФА может принять в ноябре, декабре 2017 года решение, это будет огромная потеря, потому что снова, может быть, о себе мы создадим такое мнение, что даже к такому ответственному событию мы достойно подготовиться не смогли. Вот это главная причина, почему досрочная, для того, чтобы все силы, в том числе, в том числе, подготовлены чемпионата мира. Вот кроме чемпионата мира у нас очень много вопросов, очень много проблем, которые они готовы очень активно над ними работать и делать все, чтобы мы, говорят, максимально активно двигались вперед. Ну и вторая причина, она не менее важна, может быть, для Самарской области даже важнее, почему я пошел в досрочные выборы. Я очень хотел, чтобы по итогам этих выборов про Самарскую область, про людей, про Самару начали говорить немножко по-другому. Мы изменили свое политическое лицо.